Ахмед Крикадельби против Артема Тарасова на правда файтинге, чего нам ждать от данного противостояния, а также какой прогноз с тобой. Все это прямо сейчас, ставь лайк и приятного просмотра. Итак, начнем с того, что данный поединок пройдет на промоушене правда по правилам бокса и данный турнир можно будет посмотреть в прямом эфире на ютубе. Напомню, что данный бой будет являться принципиальным, так как у парней уже давно был конфликт между собой, который по сути тогда ничем так и не решился. И сейчас парням нужно будет доказывать, как говорится, не словом, а делом свое превосходство в бою. Но несмотря на конфликт, принципиальным данный бой остался только для Ахмеда. Для Артема Тарасова это просто деньги, впрочем, как и всегда. Кто бы, что бы ни говорил, там есть моменты принципиальности, и я не хочу перед ним выглядеть уставшим или еще чего-то. Я на этот бой буду максимально серьезно подходить. Мне, если честно, там рейтинг боксера и так далее не очень интересен. Я говорю, в первую очередь этот бой, это деньги. То есть мы уже понимаем, да, насколько разный уровень мотивации. В принципе, сейчас оба находятся в актуальной форме, так как совсем недавно Тарасов провел бой со львом против, а Ахмед готовился к бою с персидским дагестанцем, который сорвался. Тоже заметьте, да, насколько разные оппоненты у данных бойцов. А перед прогнозом хочу вам напомнить, что в моем телеграм-канале есть все мои прогнозы абсолютно бесплатно. Оставлю вам ссылочку в закрепленном комментарии, а рядом оставлю вам ссылку, где можно поставить конкретно на данный бой. Итак, сразу начнем с физухи. У обоих она далеко не на уровне эталона. Каждый из них в своих боях проседал уже к третьему раунду, хотя напомню, что они бились 3 раунда по 2 минуты. А в данном бою будет 4 раунда уже по 3 минуты. Поэтому аспект выносливости я бы поставил на один уровень. А Крик, я считаю, что при всем уважении к нему, он не является суперкультным боксером. Там будет 4 по 3, такой достаточно формат для него неудобный, потому что у меня с выносливостью проблемы, у него с выносливостью проблемы. Далее зайдем с козырей. Ахмед в предпоследнем бою по боксу в ММП-перчатках победил друга Артема Тарасова, Никиту Солонина. А я напомню, что Никита Солонин всегда был на порядок лучше Артема Тарасова в ударке, и это уже много о чем говорит. Тарасов же в своем последнем бою со Львом против не удивил от слова совсем, хотя просто обязан был, ведь Лев вообще в боях без году неделя. Рабочая дистанция Ахмеда дальняя, и он хорошо ее держит, и неплохо работает одиночными ударами. А у Артема как раз таки рабочая дистанция ближняя, и то только в тех случаях, когда получается, а если что-то идет не так, он просто из нее выбегает. При этом руки у головы он часто не держит. Возможно это из-за того, что все его оппоненты до этого были больше него и не обладали высокоскоростными качествами. В данном случае я ожидаю такую картину боя. Ахмед будет держать Артема Тарасова на дальней дистанции и перебивать вот там. Артем Тарасов в свою очередь будет сближаться и пытаться работать на ближней. Но во-первых, не факт, что он перебьет Ахмеда на ближней дистанции, а во-вторых, как только Ахмед теряет нужную ему дистанцию, он сразу грамотно вяжет в клинче. Да, у оба парня базовые борцы, но боксерские качества у Ахмеда получше. И конечно нокаута в данном бою ожидать не стоит, но победа Ахмеда по очкам, я думаю, самый высоковероятный исход. Плюс, друзья, давайте не забывать, что это правда файтинг, где очень любят вытаскивать своих бойцов за уши. Даже если бой пройдет на равных, хотя я думаю, что такого не будет, то все равно Ахмеда вытащат на победу. Там организаторы в наших друзьях, и так, ватрас. Сейчас коэффициенты на данный бой такие. 1.72 на победу Ахмеда и 2 на победу Артема Тарасова. Я считаю, что 1.72 это более чем прекрасно, поэтому еще раз ссылочка на то, где можно поставить в закрепленном комментарии. Жду от вас обратной связи в комментариях, кого вы видите победителем в данном бою, согласны ли вы с моим прогнозом или нет. И конечно же, не забываем подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать все прогнозы, обзоры боев, просто новости из мира по ПММ и кулачки в целом. До встречи, друзья!